Дорогие мастера, всем здравствуйте! Я уже успела за вами соскучиться. А кто еще не знает, то меня зовут Мирослава и я преподаватель в нашей любимой бьюти-школе Татьяны Ташуты. И сегодня я хочу вам рассказать топ-5 ошибок мастера, которые совершают при окрашивании бровей. Дело в том, что профессия бровиста, она достаточно еще такая новая и до конца неизведанная. И то, что считалось 2 года назад нормальным, и все бровисты так делали, уже сейчас считается немножко неправильным. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать об этих ошибках, чтобы вы их не совершали в своей работе. Также это видео будет полезно и для наших любимых клиентов. Вы сможете узнать для себя что-то новенькое и задуматься. Возможно, вам нужно поменять вашего бровиста и прийти к нам в студию. Итак, девчонки, самая первая ошибка это обезжиривание кожи спиртосодержащими составами. Напишу вам спиртосодержащие составы. Дело в том, что на коже у нас есть выделение потовых и сальных желез. И вот когда они смешиваются между собой, то образовывают так называемую гидролипидную мантию. Вот эта гидролипидная мантия, она служит нам так называемой защитой. Защитой от бактерий, от пыли, от грязи. И когда вы используете в своей работе достаточно сильные спиртосодержащие составы, вы очень агрессивно вытираете кожу, тем самым стирая эту защиту. Также они достаточно сильно пересушивают кожу. И по итогу ваше окрашивание может быть очень сильно неровным, браться какими-то пятнышками. И вы не будете понимать откуда и почему так происходит, потому что вроде все хорошо делали, а в конце такой исходник. Поэтому используйте в своей работе составы для обезжиривания бровей, которые не содержат спирта. Итак, ошибка номер два. Это стрижка, всеми наша любимая стрижка бровей. Стрижка бровей. Дело в том, что многие сейчас бровисты скажут, что уже никто этого не делает. Но я вам скажу так. У нас очень часто приходят клиенты, и достаточно их много. И каждый пятый клиент рассказывает, как бровист берет в руки ножнички и начинает резать брови. Я скажу так, что во время стрижки бровей, если вы будете делать это постоянно, брови начнут очень плохо обновляться. А в некоторых случаях обновление вообще не происходит. При стрижке бровей бровки вначале начинают вставать темными. И вот такое ощущение складывается, что у нас на бровях не волоски, а больше похоже на щетину мужчин. Итак, идем дальше. Дальше у нас дешевый материал. Дешевый материал. Я добавлю сюда, что многие сейчас тоже могут спросить, а что делать, когда брови действительно очень густые, очень длинные, и где-то даже могут кучерявиться. Девчонки, в таких случаях мы используем прореживание пинцетом. То есть мы можем зачесать наверх бровь, посмотреть бровки, волоски, которые идут у нас самыми длинными, самыми такими жесткими, мы их просто можем выщипать. Не как на форме, на густоте бровей. Это не скажется. Идем дальше. Дешевый материал. Тут тоже такая очень интересная тема, потому что можно купить в масс-маркете хну, которая стоит гривен 50 или доллара 2, и спокойно себе работать, и все хорошо, и зарабатывать деньги. Почему нельзя использовать дешевый материал? Дело в том, что в составе, если разобраться, очень много входит такого вещества, как парафенний линдиамин или урзол. Урзол. Наверное, что урзол, уже многие знают такой компонент, он используется, это краситель, в основном черный, такой достаточно очень ядреный, который используется в окраске кожи и меха. Урзол является самым, даже не является, а входит в перечень самых больших аллергенов в мире. Если вы будете работать такой хной, то у вас могут возникнуть проблемы с клиентами, особенно, смотрите, урзол, он имеет накопительное действие. То есть, если вы сделали процедуру раз, второй раз, то может быть такое, что у клиента возникнет аллергия, и аллергия будет достаточно очень серьезной, потому что я сталкивалась с такими, видела, как эта аллергия происходит. Слава богу, не у меня клиент был, но у моей знакомой девочки, бровиста, это выглядело очень страшно, потому что на коже волдыри, какие-то ссадины и тому подобное. Поэтому дешевый материал мы не используем. Я, конечно, не говорю, что сейчас в профессиональной хне нет урзола. Это неправда. Если бы его там не было, хна бы просто не окрашивала кожу. Но в составе сейчас в профессиональных хне его достаточно мало. Парафени линдиамина его достаточно мало. Вот, поэтому дешевый материал под запретом. Итак, ошибка номер 4. Это заваленная бровь. Заваленная бровь. Это, скажем так, такой лексикон бровистов. Если вы записали, я здесь сейчас вытру, нарисую вам бровку. Я уже в прошлом видео рассказывала об этом, и здесь я повторюсь. Рисуем бровь. И я вам расскажу, что такое заваленная бровь. Почему ее так называют. Поставим здесь отметинки 1 и 2. Смотрите, у нас точечка 1, да, есть точечка 2. Точка 1 ни в коем случае не должна быть выше, чем точка 2, или они должны быть на одной параллели. Я немножко здесь опустила, конечно. Вот так вот. Такая бровь, она сразу делает взгляд более грустным, опущенным, да. То есть у нас бровь, получается, опускается вниз. А сейчас, ну, даже модно немножко ее приподнимать вверх. И такая бровь выглядит достаточно, скажем так, утяжеляющей и прибавляет возраста. И, знаете, я еще часто смотрю какие-то, например, там, истории в Инстаграме, смотрю какие-то публикации по бровям. И вот есть, ну, очень красиво девчонки рисуют форму. Вот идеальные ровные линии, построение. Все очень красиво. И пигмент на коже шикарно смотрится. Но бровь в конце, уходящая вниз, ровная линия, ровная. Все хорошо, но уходящая достаточно вниз. Поэтому старайтесь следить за тем, чтобы они были точка 1, точка 2 были либо на одной параллели, либо кончик брови у нас был немножечко выше. Так, следующая, пятая ошибка. Это достаточно кардинальные изменения. Кардинальные изменения. Дело в том, что, когда клиент к нам приходит первый раз, и часто такое бывает, что еще девочка не делала брови до этого, и мы хотим показать, как бровисты, да, все свое мастерство. Значит, ровные линии, шикарный там переход, градиент в начале брови. Ну, в общем, показываем все свое мастерство в этом. И вот, когда девчонка делает брови первый раз, и они у нее достаточно светленькие, и потом она открывает глаза, а вы там так постарались хорошо, и все такое темное, насыщенное, поверьте, не заценят клиенты этого. Поэтому всегда я перед процедурой стараюсь спросить, вы уже делали бровки, хной вы окрашивали, краской окрашивали, что делала девочка, чтобы понимать, потому что, если я сейчас покажу, как я умею, да, красиво, не во всех случаях клиент этого, это может оценить. Потому что особенно в том случае, если у девочки от природы бровки светлые, а она, например, да, шатенка, то в таком случае мы будем подбирать цвет в корень волос. Но клиенту это может не понравиться, потому что, так как она с непривычки, она откроет глазки и посмотрит, и это будет очень темно, ну, бровки будут утяжеляюще выглядеть для нее. Поэтому, когда клиент у вас первый раз, старайтесь сделать максимально натуральненько, максимально красивенько. Я, в таких случаях, я, наверное, даже могу так нанести материал на кожу и сразу вытереть. У меня такая техника, которая позволяет так работать. Или же поддержать материал на коже минуты три. Дорогие девчонки, я вам рассказала топ-5 ошибок мастера-бровиста при окрашивании бровей. Можно выделить топ-5 ошибок или даже больше в технологии коррекции бровей или нанесения материала. Возможно, мы скоро такое снимем. Смотрите наши следующие видео. Там я вам расскажу о топ-5 ошибок мастера при ламинировании бровей. А также жду вас на наш курс, который состоится уже 14 августа. Мастер с нуля. Бровист. Мы будем разбирать, как правильно работать с хной, ровные линии и графику. Дорогие мастера, у нас в школе лучшие специалисты. И мы приглашаем вас к нам на курсы. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока-пока. До скорых встреч в новых видео.